Всем привет, с вами Савя Варин и это бесконечное лето, мод под названием «Ты не сменишься». Наконец-то появилось хотя бы что-то. День первый, ребята, добавили день первый. Мы посмотрим на это. Я прям, я не знаю, я, может быть, это ждал очень долго. Давайте прочитаем, что же у нас тут произойдёт. Уже четвёртый час в дороге. Чё, когда я уже приеду в этот лагерь? По карте я уже должен был увидеть автобусную остановку. Ну и где он? Где она? Неужто проехал? Если через 20 минут ни на что не наткнусь, разворачиваюсь к чёртовой матери. Скажу, что в первый же день выгнали, ничего не будет. Хм, это ещё что? Да ладно, неужели приехал? Хотя, другой причины ставить знак остановки в этой глушении не вижу. Посмотрев по сторонам, я заметил какие-то ворота. Сами по себе вороты были довольно старые и ржавые. По бокам в ворот стояли 200 людей людей. А на самих воротах было клубно написано... Солёнок. Пионер лагерь. Всё-таки я по адресу. Наверное, сейчас надо войти в лагерь, а потом... А потом... А потом это что? Я совершенно не знаю, что надо делать. Я впервые в подобном месте. Встречать каждого и твердить, здравия желаю товарищ, я новый пионер, звать меня С... Стоп. Я что, должен свой номер говорить? Блин, точно. Я же ещё свою биографию не прочитал. Какого? Я только сейчас об этом вспомнил. Сейчас пришлось бы на ходу себе это придумать. А им в империализированных разговорах я полный ноль. Ни зря мне не дают заниматься переговорами. Немного порывши сумки, я всё же нашёл свой ненаглядный листок. Так, посмотрим. Что мне тут напридумывали? Имя. Семён. Что? Это же моё настоящее имя. Ну, или то, которое мне в рондоме дали. Наверняка эту старику руку приложил. А она, что там дальше? Фамилия. Персунов. А это в случае не настоящая фамилия? Не знаю, я её не помню. Надо бы потом свои файлы посмотреть. Отчество. Семёнович. Отца типа тоже Семён звали? Очень оригинально. Дата рождения. 1967 года, 5 октября. Ого! И день рождения мне придумай. Неплохо. А это и сама биография. Ба-ба-ба. Ну, это понятно. В пяти лет родители погибли в автоказастрофе. Авария, значит. Был передан в Ленинградский детский дом. Спустя два месяца был установлен американцем по имени Грейм Моккоу. И это его имя! Интересно, оно настоящее? Жилим, жил в множестве стран. В Европе, в Азии, также бывал в США, в Южной Америке и в Китае. По причине работы опекуна. Это можно было не добавлять. А то у русских насчёт Запада своё нравное мнение. На теле присутствует множество шрамов от пореза и пулевых ранений. Так, а это уже интересно. Большинство шрамов появилось в пять лет в автокатастрофе, в которой погибли его родители. Столько шрамов из-за простой аварии. Да, я когда в вертолёте разбился, только руку с ногой себе сломал. Хотя, мне довольно сильно повезло. Почему? Потому что мой сосед тогда остался без нижней челюсти. Огнестеринные ранения были получены в 12-х попытке террористического акта в Кубе. Несколько случайных выстрелов попало в тело мальчика. Теракт? Да ещё и в Кубе. У них там, по-моему, фантазия закончилась. Так, вроде это всё самое важное. Нормально бы придумали. Замяв лист, я брал его в карман. Ну, что ж, привет, Семён. Надо же, всё предусмотрели. Я, конечно, думал, что это какая-то проверка, придуманная стариком, и успею я только войти в лагерь, как и всех словах, окружающих велики. Ну, ими здесь даже не пахнет. А точнее, атмосфера здесь. Ну, такая, будто где-то заныкались убийцы. А такая, будто здесь цветёт гармония и вера святого будущего, которое никогда не станет. Может, старик и правда прислал меня в лагерь, чтобы я отдохнул. Пф, ага, сейчас, разбежались. Ну, всё равно, надо быть осторожнее. Возможно, даже местные пионеры являются наёмниками. Но обмануть меня довольно трудно. И им ничего неизвестно. Неважно. Надо уже, наверное, войти. Ну, а я до сих пор не знаю, что мне там потом делать? Может, покурить? Внезаду, моим язык грубо прервал неприятный скрипт ворот. Посмотрев в их сторону, я заметил, что из них кто-то выглянул. О, хорошо я придумал, если честно. Это была девушка, довольно молодая. Пладинка. Вет на вид 17-17. В волосы были запретены две довольно длинные косы, которые доходили аж до бёдер. Сразу же видно, славянка. Когда она полностью вышла из ворот, я заметил на ней так называемую пионерскую форму. А что, я ещё ожидал на ней увидеть. Посмотрев под стороной, она заметила меня и направилась к мою сторону. Подходила она ко мне, улыбалась. Подозрительно. Не доверяю людям, которые много без причин улыбаются. Такие то ли что-то задумали, то ли носят маску, чтобы всем нравиться и быть в центре внимания. Она подошла ближе, дав поподробнее разглядеть своё личико. Довольно симпатичная. Но особо привлекала внимание её голубые глаза. Они были такими большими и яркими, что такие я видел лишь пару раз в жизни. Подойдя ко мне вплотную, она изменилась лице. Стала смотреть на меня, то ли удивлённо, то ли заинтересованно. Чё это она? Эм, ты что-то хотела? Ой, а, ой, извини. Привет, ты, наверное, только что приехал. Немного улыбалась, сказала она. Ну да, только что. Что ж, добро пожаловать. Она подойдёт, это ещё шире умывшись. Всё-таки подозрительно, это её улыбка какая-то. Да ещё и подошла, вся такая, трожит себя, привет любо строит. А может и не стоит? Кто же знает, как им тут влаги мозги промывают. А где автобус? Или он уже уехал? Хм, какой автобус? На котором ты приехал? Ясно. Наверное, большинство пионеров на автобусе влаги приезжают. Я не на автобусе влаги приехал. А на чем же ты приехал? Не пешком же влаги пришёл? И кто это у нас такой любопытный? Не, во, на своём мотоцикле приехал. Я голосов в сторону, где поставил свой мотоцикл. Ого. Она подошёл к нему и стала его рассматривать. Он твой? Нет, не мой. Я его по дороге нашёл и решил покататься. Да, мой. А что, какие-то проблемы с этим? Если скажешь, с мотоциклом нельзя, сразу уеду. Да, нет, наверное. Просто я впервые вижу пионера, который сам приехал на мотоцикле влаги. Да вообще, на каком-либо транспорте, кроме автобуса. Ясно. Так куда я могу его поставить? Ой, я даже не знаю. Это нужно урвить или спросить. Она скажет. Точно, тебе же к ней надо. Она наша вожата. Смотри, сейчас заходишь в влаги и идёшь прямо-прямо. Доходишь до площади. Она говорила, это одновременно показывает жесты руками. Лучше бы просто проводила меня. Ну, или показала бы, в какую сторону топать. Там будет ряд домиков. Среди них домик вожатый. Ты его сразу же узнаешь. У него одна крыша треугольная, а вокруг него расцветает сирень. Всё понял? Эм, ну, да. Не уверенно, сказал я. Ну, вот и хорошо. А у меня ещё дела. Увидимся. Резко подоношь, да так, что её коса чуть не покоснулась меня. Она побежала в сторону ворот и тут же исчезла за ними. И как это понимать? Это не совсем то, чего я ожидал. Я думал, когда приеду, мне встретят армейский тонн советских марш и сплошь у Казани. А не блондинкует в довольно короткой юбке. А им только разы можно носить? Хоть благодаря ей я помню свою начальную миссию. Только не помню её местонахождение. Из-за её разговора я запомнишь такие слова, как площадь, треугольная крыша и сирень. Не похоже на меня. Всё-таки недосыл берёт с твоё. Ладно, на ходу разберусь. От лица пионерки. У-у-у. Нормально. От кого? Это Асай, да? Странный какой-то этот новый пионер. На мотоцикл приехал ещё. А ему разве можно водить? Наверное, да, раз уж он едет. Да ещё и шрам на лице. Интересно, что с ним случилось? Ну, всё равно, он симпатичный парень. Ой, а я ведь даже не представилась. Как-то некрасиво получилось. Ничего, смена ведь не короткая, ещё успею. Но он что-то мне говорит, что он довольно необычный, интересный человек. Нам надо было всё же проводить его. Ёжка-кот, ну, ёжка-кот, блин, отвечаю вам. Вот. Вот сразу, этот мод мне уже нравится. Вот, дофига он придумал, сделал. Молодец. Вот, автор прям хороший, вот, настоящий, хороший. Блин, я даже не знаю, вот, молодец просто и всё. А ещё, блин, смотрю, блин. Я ещё смотрю, удивляюсь. А чё так мало, блин, посмотрела? А, фига, блин. Думали, всё, забросилась, забросилась эта мод, а не, ничего не увидим, бла-бла-бла-бла-бла. Ага. Хм, блин. Умненький, блин, тут люди находятся, блин. Вот, мод сделана, читайте, наслаждайтесь, я наслаждаюсь. Это так красиво, хорошо. Я прям сразу могу это прям оценить. Так, а я вот чё не, вот чё забыл. Так, я забыл, забыл то, какие руты у нас есть. А, так же, так же будет рут Алисы, Славя, Лена, Мик, Ульяна, Юлия, Ольги, Женя и Лизы. Лизы. Чего? Так же один секрет на рут. Это кто-то, кто такая Лиза вообще? О, нифига себе, значит, мы Лиза, может быть, увидим в первый день, или нет. Короче, у нас получается 15 дней. 14 дней мы отдыхаем в лагере, а на последний день у нас что-то происходит, какой-то кабзец. Неинтересно становится. Ладно, читаю, заговорился. Идём дальше. Ну, а тоже выйти в этот чёртов лагерь. Войдя в лагерь, я сразу же оказался между двумя одноэтажными зданиями. Остановившись перед одним из зданий, я начал рассматривать его. Это было старое здание с железными дверями. А рядом с дверьми висела вывеска с надписью «Клубы». Наверное, здесь дети занимаются всякими мероприятиями, связанными с академием трудом. Я уже думал войти туда. Ну, внезапно из здания вышла какая-то девушка. По-моему, где-то такая же, как у Тау ворот, только чуть ниже её роста. Один-то она была так же в пенёжскую форму, в такой же короткой юбке. Видать? Да, не одна такая. У неё были короткие волосы фиолетового цвета. Цвета. А точнее, цвета интико. Довольно редкий цвет. Они были изобретены в два курятых хвостика. Или четыре. Не могу понять. Но, как-то, большие тянулись к её лицу. Вроде обычное, милое, ничего не примечательное лицо. Но что-то в нём было не так. В ней была какая-то необычная печаль. В ней видение всё время и тоска, и тревога. Будто вся жизнь состоит из них, из одних лишь несчастей, с которыми она явно не справляется. Но, завидев меня, её грустная речка поменялась на что-то между удивлением и испугом. Я что, насколько страшный? Мы таки смотрели друг на друга, пока она не осознала всю неловкость ситуации. Она всё же покраснела и потупила взгляд, уставившись чуть ли не себе под ноги. Странная она какая-то. Может, к ней подойти и что-то сказать? Не, лучше не стоит. Мне надо её просто так глазить на неё. И я уже собрался идти дальше. Ну, тут в соседних кустов я услышал шум. Так знал, что здесь что-то не так. Я схватился за рукоять ножа и стал дожидаться своего оппонента. И ожидал чего угодно. Но не того, что оттуда выбранного. Это была девочка в лет 14. Какой же я всё-таки параноик. У неё были пышные волосы и заплетён на два больших хвоста. Волосы были рыжие, но они были такими яркими, что отдавали красную. А где-то она была не пьяния с формой, а в короткий шёрт и красную футболку. С большой надписью СССР на груди. Ненароком я подумал, что хочу такую же. Но у нас за такой стаж закопают. Что поделать? Коммунизм мало кому нравится. По факту и мне. Но футболка всё на класс. Она сразу подбежала к унылой девочке и стала что-то говорить, бешено размахивая руками. А та в ответ лишь краснела. И я видел, как Мелкая что-то вытащила из кармана и стала размахивать перед лицом пионерки. Этим чем-то было какое-то насекомое. Ииии! Она так забежала, что у меня чуть из ушей кровь не пошла. И тут же рванул куда-то вдаль. А Мелкая лишь подбегнула мне и побежала среди за ней. Немняка намерилась добить свою жертву. И что это сейчас было? Зачем ты, боец, какого-то насекомого? В этой местности вроде не обитают ядовитые. Эх, только знала, что здесь будет куча наивных, глупых детишек. Безопотно занимаешься всем, но не тем, что могло бы принести пользу хоть кому-то. Как же я ненавижу детей. Всё больше хотелось уйти из лагеря. Здесь мне явно не место. Может и правда уйти пока не поздно. Хотя, что уж там. Многовато я сегодня комплексую. Может всё нормально будет. А уйти я всегда успею. Я поднял глаза и снова видел перед собой здание клубов. Может зайти внутрь? Не-не-не, перейди ко мне заходим. Пошли нахуй. Нет, лучше пойти дальше. Кто знает, что будет, если опоздать к этой самой вожатой. Ещё немного поставив у клубов, я двинулся дальше. Я двигался по дорожке сквозь одинаковый дом кипения, отдалённо напоминающий огромные бочки. Возможно, некоторым они показались бы неуютными и некрасивыми. Но учитывая, в каких местах мне приходилось жить, то для меня это настоящий курорт. Да и воздух здесь такой чистый. Нет запах выхлопных газов, как в больших городах. Нет зловонии от навоза и крови, как в трущобах в остальных странах. И никаких ароматов загоревшего пороха и сгоревших тел, как после автообстрела. Чистый воздух природы. Ещё бы не эта жара, так и ходил по всей этой дорожке. Ну да, кому-то нравится жара, бля. Позади себя я услышал какие-то шаги. Я сперва не обратил на это внимания. Ну, мало ли там, дети бегают или ещё кто. Но шаги явно приближались ко мне. Всё-таки ловушка. Я не стал менять там ходьбы, я изряжал руки в кулаки и просто слушал. Так кто-то уже приблизился ко мне. Посмотрел на фонарелы, я заметил наши тени. Я уже видел, как он размахивает и хочет чем-то ударить меня. Не на то он рвался. Хоп! Я сразу взвернулся на 180 градусов правую руку, я схватил руку, пытавшись меня ударить. А второй зажатый кулак пытался ударить противника. Но вовремя остановился. Моим так называемым оппонентом была... Пионерка. И сейчас она была не просто в шоке, а скорее напугана. Посмотрел на её руку, я не видел ничего. Ни ножа, ни какого-то другого примета. Да она даже не была зажата в кулак. Входя-то, она только хотела меня по плечу похлопнуть. А я ей при этом чуть нос не сломал. Один вопрос. Зачем? Я лишь уверен, что она явно не хотела меня убивать. Может, это у неё типа приветствие такое. Людей бить. Я опустил руку, которую всё это время сжимал. Она сразу отошла на пару шагов. И просто стала смотреть на меня. Глаза им по пять центов. А раз она русская, то по пять копеек. У меня были короткие рыжие волосы. Собраны два хвоста. Довольно странные собранные. А глаза, как правило, были не зелёные. Мне сперва показалось, что они жёлтые. Но этот цвет вроде называется янтарный. Но смотрел я в основном не на лицо, а на её тело. Точнее, на форму. Она её как-то неправильно одела. Тут как-то вульгарно, что ли. Выходит, она из таких, что любят прихоравшиваться перед парнями. Я бы, смотрите, какая я красотка. Лично по мне так они ведут себя как... Ну, не мне её судить. Женщины из организации бывало после душа, выходили ко всем, ничем не прикрывшись. А иногда и сами в душевые кабины к парням заходили. Самому не раз, скажем так, везло. Хотя, возможно, ей просто жарко. Но я точно уверен, что этим нарушает устав лагеря. Или нет. Может спросить её о причине агрессии моих сторону? Ну, нафиг, пошла бы. Пускай идёт, понял. Просто уходим. Нам надо идти. Халло мне надо. Накинется ещё, блин. С такими не очень говорить. Да, не о чем говорить. Я за нас и пошёл дальше. Оставлю позади, в неудобном умённом виде. Пока. Адьёс. От лица пеннирки, от Алиса смотрит. И что это сейчас было? Он что, хотел меня ударить? Если уж хотел, я его легонько по плечу хлопнуть. Ну, ладно, легонько. Но это не повод лезть в драку. Я начал протирать руку, которую он зажал. Это ведь тот новичок, о котором говорили. Как он ещё узнал, что я хотел сделать? Жуткий он какой-то. Ну, а если этот... Так, пускай будет. Я не хочу его называть, его кот, блин. Это звучит, чих, чих, поднуться просто. Просто скажем, вот наш Семён просто писем. Ну, пофигу на всё. Его лицо не выражает ни счастья, ни грусть, ни... Как же вы поняли. Просто одно выражение лица. Ничего. Всё-таки надо было спросить к нему. О причине попытки интересного контакта со мной. Хотя... Ладно. Пройдя немного вперёд, я вышел, как к какой-то просторной площади. По разным сторонам виднее скамити. Чуть дальше были ещё видны домики в виде бочек. А на самой площади стоял памятник какому-то товарищу. Кем-то. Мое имя у него. О таком я никогда не слышал. Да и почему-то только Генда. Почему у меня нет фамилии? Ну, или отчества там. Ладно. Без разницы. Надо теперь думать, куда идти. Куда она там говорила поворачивать? Не помню. Что ж. Не буду гадать. Надо решить сразу. Ой, я не помню. Направо, кажется, мы пойдём к столовой, к пирсу, а налево... Кажется, налево надо идти. Пойду налево. Как раз там видны ещё домики. Наверняка в ажарских домик где-то там. Ой, я угадал. Я, конечно, пошёл под этим самым Гендой и направился к этим домикам. Да, мы правильно идём. Всё. Всё нормально. Так. По словам, кто пионерки, у домика вожает треугольная крыша. Ну и где она? Да они тут все одинаковые. Прямо выбери домик в какой-то. На них только номера были разные. Почему сразу номер дома не сказали? Да и где тут сирень растёт? Надо с высоты посмотреть. Может, на дерево залезть? Блядь, это тебе понятно, кто такая Риза. Ё-бой. Короче говоря, если кто читал мой от бесконечных... Ну, бесконечных ходов, тот-то вы сразу поймёте. Я читал. Блядь. И там вот так полно, что, блядь, я запутался. Я вообще как-то получил свыше на рут Лизы, но там нету, нету её рута просто. Ой, блядь. Вот кто-то, блядь, лиза, чё за Лиза? Вот и Лиза, блин, по её скилл. Ой, ё-бой. Не хочу, не хочу, не хочу, блядь, не хочу, блядь, не хочу, блядь. Вообще не хочу, блядь. Вот такая, блядь, извращённая существо, блядь. Не знаю. Внезапно изогла вышла пионерка с волосами красного цвета. Тут хоть парни есть. Она проходила мимо меня, и я решила её прикнуть. Эй, погоди. Я подошёл к ней ближе, она развёлся и стала разглядывать меня с ног ДВВ. Чего? Она ответила довольно нормально. Я даже не ожидал. На ней нет фальшивой улыбки какой-то блодинки. Она меня не испугалась и даже не напала на меня. Ну, хоть одна нормальная девушка. Я тут к вожатой иду. Не знаешь, где она? Какая вожатая? Ну, это как её там? Польга вроде. А, Ольга Дмитриевна, что ли? Да знаю. Вот, видишь, там последний ряд домов. Наказав пальцем в сторону дальних домиков, дойдёшь до них и поворачиваешь направо. Там будет дом с трёгойной крышей. Вот он тебе и нужен. Ясно. Я разносился собраться к дальним домикам. Эй, ты! Ну, приятно, меня крикнуло. Интересно, почему? Да? Ты что-то хотела? Чего, даже спасибо не скажешь? Ты даже не представишься? И снова эти правила приличия. Я... А ей это вообще надо? Ладно уж. Надо хотя бы поблагодариться, что ли. Да, ты права. Спасибо, что помогла мне. Кстати, я Семён. Что-то я с ней уже больно вежливый. Непривычно как-то. Да не за что. Я, кстати, Лиза. Будем знакомы. А разве Лиза не европейское имя? Она протянула мне свою руку. Я думаю, как так только парни зарываются. Да, будем. Вот это пожал ей руку. Она сжала мою руку намного крепче, чем я её. Чё это, вдруг? Силусы показывают. И меня проверяют. Я за меня не стал крепче сжимать ей руку. Для избежения дальнейших объектов. Она опустила мою руку. И как-то странно посмотрела на неё. Тебе кулашата надо? Не буду больше задерживать. Да, и... И... Да, и мне к своим... И... Нет, она точно так и сказала. Может, она и не такая нормальная, как оказалось. Что-то не так с этим местом. Послушав её совет, я направлюсь в сторону домика вожатой. Которой я никак не могу нормально добраться. Хорошо, что не смотрел те эти сабли. Так. Это уж точно должен быть он. Больше треугольных решения нет. А то пиняк у ворот не в рова. От него и правда будто растёт сирень. Да и пахнет неприятно. А здесь довольно хорошо. Вон наши звонки. Можно удобно устроиться. Взять холодный напиток. Над ухом будет приятно пить птица. Да и сирень его от солнца скроет. Что не скажи о настоящий отдых. Я уже собрался войти, но слышал чей-то голос. И хватит зваться над Леной. Голос был довольно громкий и строгий. Наверное, вожаток кого-то ругает. Через самую дусть в двери вышла та красная девочка у клубов. Вид у него был недовольный. Походу ругали именно её. Но зависит от меня она сразу же оживилась. Как-то подозрительно посмотрев на меня. И побежала в сторону почки. Вот непоседа, а? Сразу же после неё из домика вышел ещё кто-то. Это была вторая пионерка у клубов. Та, которая затенчивая. Увы, меня она так же, как у клубов, опустила голову и покраснела. Та, это уже начинает надоедать. Выходит ту ругаясь за случай у клубов. Значит, это у нас зовут Лена. Мне не хотелось с ней болтать. Я решил проигнорировать её и зайти к вожатой. Но они приспичны за рельсами прямо у дверей. Может, дашь пройти? Она сразу же как кругли глаза и устоялась на меня, будто я прямо из-под земли перед ней вырос. Что? А, да-да-да, проходи. Конечно. Пусть бы, как она что-то про мем него, она отошла от двери и быстрый шаг куда-то пошла. От лица Лены. Ё-о-о-о-о, нормально. А ты зачем, от всех лиц будешь смотреть? Заебись. Нет, Саш, говорю. И с ним я позорилась. Ну, почему всегда одно и то же? Почему я даже нормально привет не могу сказать? Наверное, он подумал, что я странная. Ещё и эту уния на длине сегодня докопалась. Лучше пойду в свой домик. Я никогда оттуда не выйду. Ага. Не, автор хорошо придумывает. Будем смотреть от лиц всех, всех от нашего героя до второстепенных персонажей. Это что? Зашибись. Самое главное, не от пионера. Не хочу я на то его лицо смотреть. Он бы какой-то еб... Я умный, не могу, я честное. И много проводил я взглядом. Всё-таки она странная. Я всё же... И всё же я решил войти к этой загадочной вожатой. А внутри он больше, чем, кажется, снаружи. Я думаю, здесь будет, скажем так, менее комфортно. Только две кровати и тумбочка. Но здесь всё... Есть всё для удобства. Две кровати есть. Шкаф и тумбочки для вещей есть. Стол в стульме есть. Вон и ковёр постелен. Хотя... Возможно, это из-за того, что это дом вожатый. Единственное, что мне здесь не нравится, это всякое плохое раскиданное по всей комнате. Здесь бы прибраться, что ли. Я смотрел весь домик, я обратил внимание на девушку, которая жала на одной из кровати и читала книгу. Вот. Он единственный! Единственный мой, где правильно сказал. Здесь надо прибраться. Может, и как-то подсказать о моём пребывании. Заметь меня, она закрыла книгу, встала с кровати, поправила юбку и подошла ближе. А это ей было лет 23-24, возможно, меньше. По возрасту она точно не пионерка. Наверное, она вожата, которую я искал. Она не слишком молода для этой работы. Она ведь ещё лет 5 назад сама была подростком. Хотя, чё это я по возрасту сужу? Она была чуть ниже меня по возрасту. У неё были длинные каштановые волосы, которые она распустила, а её глаза были из мрунтного цвета. Пришёл такие. Отлично. Мы тебя с утра ждём. Мне тут только нет, я вожата твоего отряда. Ну, что ж, по крайней мере, эту теннисную вожатку я нашёл. Что дальше? Да, здравствуйте. Услышал мой ответ, она почему-то глобнулась мне. Мне это сразу не понравилось. Запоздался ты, что-то. Может, думаю, ты не приедешь? Как видите, я приехал. Лучше сразу вблиться в атмосферу и прикинуться, буду всё... Это всё для меня нормально. Мне ещё твой отец недавно звонил. Спрашивал, приехал ли ты? Что? Отец? Это шутка такая. Совсем не смешно. Отец? Из того цвета, что ли? Что? Нет, конечно. Ты что? Она у тебя какая-то странная лица, будто я сейчас сделаю что-то невероятное. Ну, а кто тогда? Ну, я... Ну, то есть, я имею в виду твоего опекуна. Так, вот она, ОКОН. И чё я тут драму развожу? Вы про старика, что ли? Ну, так бы и сказали. А ты разве его не отцом завешешь? Да какая разница? Ты подделал лучше, говори. Нет, ни того. Он только опекун, не больше. А, ясно. И снова она странно сможет на меня. Может, хватит, а? Ладно, надо тебе ещё форму подобрать. И поселить куда-нибудь. Из-за того, что ты опоздал почти на целую неделю, мне спочти не осталось. Почти на неделю? Ого! Я, конечно, знал, что опоздал. Ну, не настолько. Хотя это даже лучше. Раньше начнётся, раньше закончится. Я сейчас пойду в корпус администрации. Узнаю, куда тебе поселить. А ты подожди меня пока здесь. Ну, или хочешь, можешь, пока лагерь. Смотри, сам решай. А, пока свои вещи, можешь тут оставить. Дай ей, сними свою курточку. Сваришься жирней. И правда, здесь довольно жарко. А я в своей кожаной куртке хожу. А, подожди, спроси его. Куда, куда наш мотоцикл поставить? Она надела на себя какую-то белую шапку, обогнула меня и вышла из домика. Суфик. Так. Теперь, наверное, меня можно официально назвать Пельдмиром. Звучит смешно. Я снил свою черную куртку и бросился на свободную кровать. Я остался в своей короткой черной рубашке. Так и правда лучше. Ладно, посмотрим, что тут есть. Я стал бы отследить помещение. Сперва посмотрел на полки. На пол. Сперва посмотрел на полках. Ничего не интересного. Только журналы и коробки с мелочью. А это что? Я нашел тетрадь с надписью «Дневник вожатый». Это тоже интересно. Я уже хотел начать читать о секретах Ольги, но в последний момент передумал. Нет, сейчас не время. Если надо взять не вовремя, будут проблемы. Я положил тетрадь туда, откуда ее взял. Так, а тут у нас что? Я открыл тумбочку, которая стояла около кровати. И тут ничего. Только дьявол и покрывало. Я проявил вторую тумбочку. А тут и вовсе пусто. Наверное, вложат вниз соседи. Я наклонился и посмотрел под кроватями. Нашел только тапочки. Вставая на ноги, я увидел мифчик, висящий на краю кровати. Я взял его в руки и немного покрутил. А вовсе оказывается довольно большой размер. Стоп! Зачем я его вообще в руки взял? Я тоже поверил своего брата, будто ничего не было. Что ж, осталось только одно место. Я остался перед огромным шкафом. Все самое важное должно быть тут. Как только я открыл его, я тут же выключу глаза. Мне скорее легче назвать, что тут нет, чем что есть. И то не факт. Я шкаф был наполнен всякими нужными и не нужными барахлом. А еще я обменял беспорядки дом. А на самом деле тут просто места не хватает. Как только я пробегал по нему глазами, я тут же его закрыл. Нету. Чтобы его вовсе обыскать, нужен целый день. А, все, обыскать нужно целый день. Наверное, надо уже влаги рассмотреть. Я взял свою сумку с вещами и закинул под стол. Достал оттуда лишь свой любимый нож и убрал его за ремень, закрыв при этом рубашкой. Когда я закрывал сумку, я посмотрел на свою руку и увидел татуировку змеи, тянущуюся на всю руку, начиная с плеча и заканчивая на кисти. Точно. И как я мог об этом забыть? Интересно, документы об этом написали? Если нет, то придется с этим как-то разбираться. Ладно, что-нибудь придумаю. А сейчас, наверное, надо посмотреть местность. Выйди наружу, я сразу же получу в глаза лучами солнца. И чего так сегодня светло? Надо было очки и сумки прихватить. Под руки мне приближалась Ольга. Она что, уже все? Как-то быстро. Так, ты все еще здесь. Это хорошо, я узнала. Что? Это еще что? Я справа не помню, о чем она. Но просидив за ее взглядом, понял, что она смотрит на тату. Так и знал, что будет с этим проблема. Это у тебя что, настоящая? Ну, что тебе, придется идти до конца. Мотоцикл, вроде бы, бак наполовину полон. До города доеду. Да, это настоящая татуировка. Она молчала и просмотрела то на мою руку, то на мое лицо. А тебе плохо, мне плохо вообще. Ты сичем тебя носу так портишь? В таком возрасте? Тебе не стыдно? Татуировки носит только те, кто в тюрьме сидел. Настоящий паник никогда бы свое тело так не испортил. Ты о чем думал вообще? Какой ты примет детям показываешь? Как тебя вообще в конце моля-то спустили? Она уже довольно высоко поняла на меня голос. Я начал злиться. Захотел крикнуть в ответ. Но и послать куда подальше. Но я успокоился. Стал сдвешиваться за и против. И спокойно ответил. В том-то и дело, что пустили. Ты... Ты... Что? Что ты хочешь сказать? В каком... В каком это смысле пустили? Запринарась, спросите, сладно. А никакого смысла нет. Комсомол меня видел. И раз там решили, что так все идет, то уже все тут. Если что-то не нравится, обращайся с комсомолом. Я попробую наплести ей все, чтобы она придумала. Ведь я никогда на гон... Ведь я никогда на гон... Не вступал в этот самый комсомол. Надеюсь, проглотит. Но как же так? Там ведь должны были хоть что-то сделать. Или же на это не обращать внимания. Но я тоже не понимаю. Вы ведь знаете, что я тут что-то вроде гостя. Наверное, из-за этого факта. На этом и закрыли глаза. А так бы не пустили. Хе-хе-хе. Вот придумал хорошенько. Она сделала какое-то расстроенное лицо. Да, наверное, дело в этом. Но все равно как-то это... Ну, что вы сейчас будете делать? Либо из лагеря выгоняйте, либо смиритесь. Честно, меня любой вариант сойдет. Да ладно уже тебе. Никто тебя из-за этого из лагеря не выгонят. Да и я и сама не вижу в этом что-то настолько ужасное. Просто понимаю, что тут у нас дети ходят, а они со взрослым пример берут. А что дети? Они сами решают свое будущее. Меня ведь из-за этого не надо. Да и сам думать не жалею, что у меня на руках хоть как-то криньер совано. Она мне ни нафиг не нужна. И в этот момент ей ни капли не врал. Так, во-первых, не выражайся. Во-вторых, никто тебя ни за что не винит. Я просто говорю... Знаешь, давай закончим этот разговор. Считай, его не было. Все-таки моя моральная победа. Был лишь вопрос на времени. Так, что я там хотел? Ах, да. Я узнал насчет его места жительства. И что вы узнали? Я узнал, что свободных мест в воде не осталось. И? И что надо сделать? Молодец заставить спать. А значит жить будешь у меня. В каком-то смысле у нее. У вас? Ну да. Все думки полны. А свободное место только у меня. А я еще мечтал о нормальном соседе. Что не будет надоедать. А мне пристали настоящим чудовищу. Да она же в первые же дни меня достанет. А так разве можно? Обычный случай нет. Но выбора у нас не остается. Не на улице же тебе спать. Да и ты уже взрослый. Стесняться мне незачем. Уживешься нормально. Ты главное правила соблюдай. И лишнее себе не позволяй. И что она меня ведет под лишним? И вот с ней мне нужно прожить остаток смены? Лучше уж на улице меня посидели. Ну раз с вами так с вами. Мне лично все равно. Ну и хорошо. А насчет фармы ты получишь ее завтра. А пока походи в этом. Но только сегодня. А то есть тут такие, что любят разговаривать в ней неподобающем для пионеров. Видите? И почему она продолжает до сих пор улыбаться? Ладно. На сегодня отдыхай. Можешь пока с Лаги познакомиться. А завтра тебе ждет тяжелый труд пионера. А пока иди. Не поточни ты же. А она уже хотела войти к себе в домик, но снова повернулась ко мне. Добавила. И еще. Скоро будет обед. Обязательно приди. А мотоцикл? Семен. Сказав это, она развернулась и зашла к себе. Вожатка, конечно, та еще. Не думаю, что мы с ней выживемся. Ладно. Теперь надо смотреть окрестности. Узнать, что тут и как. Я направился в сторону площади. Лучше начать от смотология именно там. Ко мне у нас здесь двигался пионер. Именно пионер, а не пионерка. Так тут все-таки и парни есть. А я уже начал думать, что один здесь буду среди женщин. Привет. Ты маленький, наверное, Семен, да? Он почему-то обратился ко мне. И что ему от меня надо? Допустим, я. А ты сам-то кто? Он подошел ближе и тут же уставился на мою руку. Акули при этом глаза. Ого! А это настоящая татуировка? Нет, не настоящая. Я просто решил на руке порисовать. Да, настоящая. Кстати, ты так мне и ответил. Ты сам кто-то кто? А, точно. Я электроник. Настоящий. Можно так и звать. Электроник. Да еще не настоящий. Надеюсь, это у него не имя такое. Ээээ. Понятно. Улянка меня еще сыроежкой зовет. Сыроежкой. Сидец сыром, что ли, был. Фамилия у меня такая. Сыроежкин. Сна. Кстати, мне еще Ольга Битвина недавно попросила тебе лаги показать. И когда она успела? Я, конечно, могу я сам тут все посмотреть. Но лучше заранее знать местонахождение главных точек. Ладно. Давай. Через некоторое время мы снова вышли к этой площади. Где таки стоял этот самый памятник? Этот... Блин. Где таки стоял этот странный памятник с непонятным именем Генда? Это у нас площадь. Тут у нас проходят линейки и разные мероприятия. Я не стал перебивать его. Говоря, что-то не так понятно. Пусть мальчик думает, что мне это интересно. Ясно. Кстати, я не знаю, что это за Генда такой. Почему этот памятник мне так тревожит? Так, ну, вроде основать лаги и партийный деятель. И... И... Все. Ну, я хаб... Ну, я хаб... Блин. Ну, я хотя бы не буду выглядеть тупее остальных, когда о нем зайдет речь. Я заметил, как на одной из главочек сидит и читает книгу. Та сестненькая пионерка. Лена, вроде, зовут. Электроник ее тоже заметил. О, смотри, там Лена сидит. Давай к ней. Я уже хотел остановить электронику, но он уже на всех парах двинулся к бедной... К бедной пионерке. И не найдя других вариантов, я пошел за ним. Чего? Лена, привет. Это Номик. Семен, знакомься. Она что, так резко... Он, значит, так резко, что Лена даже чуть-чуть стропнула. Я стоил перед ней. Она поняла глаза с книг. Но как только наши глаза встретились, она тут же отпустила их в книгу. И чего я от нее еще ожидал? Привет. Тихим голосом произнесла она. По-моему, это даже успех. Ага. После этого она... Она... Да. После этого она... А, вот в чем хотим... После этого она ни разу не оторвала... Не оторвала... Не оторвала... Бля... Я просто начал думать, что я хотела писать. Блядь, потому что я стал запинать. После этого она ни разу не оторвала глаза от книги. И будто притворяла, что нас здесь нет. Я посмотрю на электроника так, будто говорю, что с нее уже хватит. И нам пора. Электроник на ладине понял мой жест. Правильно. Ладно, пойдем дальше. Мы пошли дальше по площади, оставив пионерку наедине. К нам по пути все больше встречались пионеры разных возрастов. И, правда, когда я только приехал, почти никого не было. Наверное, из-за того, что было слишком рано. Подойдя по всей площади, мы вышли к какому-то зданию, на котором висел белый факт с красным крестом. Это наверняка местный медпункт. Это у нас медпункт. Да ладно, я по кресту не понял. Ну, тут добавлять нечего. Есть по-наране, что ты что-то заболеет. Кто, прошу сюда? Местра у нас хорошая. Сажи, как новенький будешь. Ну, я надеюсь. Интересно, здесь есть обезб... Интересно, здесь есть обезболивающие? Ах да, я же завязал. Чего? Наркоман, что ли, он еще у нас... Ладно. Эй, Паша, привет, подойди сюда, познакомься с новеньким. Каким Пашей? Электроник крикнул к какому-то парню, тот услышал, сразу подошел. Я просто смотрю так, что, блядь, ху-ху-я, блядь, пятнадцать дней, блядь. Знаете, что могу сказать? Хорошо, что не то, этих, блядь. Ах, тут же поняли. Так, самое главное, мы посмотрим в этом моде все. Вот, биздец. Привет, Паша, Паша, знакомься, этот новенький. Паш? Этот парень, пройдя... Этот парень, пройдя, посмотрел на меня и сразу же забер. Как же они меня уже достались с этой реакцией? Мне уже хотелось щелкнуть передним пальцем, чтобы он пришел в себя. Но вмешался ли кто-нибудь. Паш, ты меня слушаешь? А, то есть... Да, слушаю. Это ведь тот новенький, да? Приятно познакомиться, Павел. Ну, а можешь звать меня, просто Паша. Он протянул мне свою руку. Никогда не любил поджимать руки. И кто вообще придумал эту дурацкую традицию? Досканав, рассмотрев его руку, я все же пожал ее. Когда мы отпустили руки, он захотел спросить... Спросить... Он захотел спросить... Он захотел спросить у меня. Это у тебя... Да? Она настоящая. Не дав ему закончить, я ответил на его вопрос. Ведь и так понятно, что он скажет. Ладно, ну я пошел тогда. Мне еще пожар надо помочь. Еще увидимся, ребята, пока. Хорошо, Паш, еще увидимся. Попрощавшись, он направился в сторону Генны. А мы с электроникой продолжим экскурсию. Он подошел к большому зданию, которое... Которое всем видом напоминало столовую. А это... А вот это... Не надо. И так понятно, что это у вас... Ха... Столовая. Ну, да. На крыльце столовой, поперевшись на перевоз, Яла та рыжая, в которую я хотел мне ударить. А вот... А вот она, Алиса Зачисткая. Ты с ней поосторожнее. Он понизил голос до шепота и сделал какое-то напуганное лицо. Никто не звал ее дворче, она этого не любит. Чего ты это сказал? Как ты меня назвал? Видимо, дворчеевская это услышала. Она тоже спрыгнула с кольца и метнулась в нашу сторону. Вон, а ты дальше сам как-нибудь! Электрон сразу побежал в неизвестном направлении, оставив меня одному разбираться с рыжей бестией. Пробегая мимо леса, стоял спридумный. А с тобой мы... Ну, я даже слушать ее не стал. Просто поигнорировал, развернулся, пошел куда глаза глядят. Так как мой экскурсовод позорно сбежал, мне придется рассмотреть местные достопримечательности одному. Давай! Я не могу, что ты... Так круто сделала просто, отвечай. И чего это он от меня игнорирует? Эй, ладно, потом с ним разберусь. А че надо этого? Белобрысов. Белобрысово подогнать. Ну, сейчас ты мне получишь электрофигов. Не, вот, боже, я не могу, мне это уже нравится. Просто так придумывают. Оооо. А че мы тут делаем? Подойдя прямо по дороге, я вышел, видимо, на спортивную площадку. А неплохая площадка, довольно просторная. Здесь было все для поддержания физической формы. Вдальки были видны баскетбольные и волейбольные площадки. Также имеют стройники и брусья. А про футбольный поле тут и говорить нечего. Оно было действительно большим. И по ней как раз во все шоу-матч. Я, конечно, сам не ярый фанат футбола. Да и играл я в него всего раз. Я больше предпочитаю баскетбол. Ну, посмотрите интересную игру, не против. Я тянул скамейку и начал сидеть за игрой. На этой же скамейке на левой стороне сидела низкорослая пейнерка. Как только я уселся, она встала, собрала все свои вещи и ушла куда-то в сторону. Ну, чё я ещё ожидал? Словно животные, люди тоже дистиктивно опасаются опасностей. Только вот их институт ограничивается лишь внешностью. А ведь маньяком может быть и весьма солидный человек. Я, конечно, рад был бы посмотреть на интересную матч. Но только на интересные, а не на это позорства. Только это из-за того, что играли в основном дети разных руслостов. Вот мальчик лет 10-11, вон девочка лет 14. Эта девочка я сразу узнал. Это была та мелкая пейнерка, которую я встретил у клубов, и она бежала прямо на меня. «Эй, ты!» Она крикнула мне. «Играть будешь?» «Почему бы и нет?» «Ну, я, конечно, могу потратить 10 минут в своё время на беготню вокруг поля со стайкой меломолетов. Ещё в неудобных джинсах». «Нет уж, увольте!» «Нет, иди давай!» «Почему?» «Есть что, с первого раза непонятно?» «Потому что не хочу. Всё, отстань». «Троссишка, троссишка!» Она уже начинала мне надоедать. «Я же хотел бы послать её туда, куда нормально в виде не посылают. Но, учитывая моё окружение и нынешнее положение, это лучше не делать. Так что я просто встал и ушёл с паспоративной площадки, оставив эту мелкую гадость позади. От лица у Янки, да, блин? От лица пеннирки. «Троссишка!» «Ну, какой он скучный!» «А мне ещё, говори, не подходи к нему, он страшный!» «Ага, как же!» «Вот устроил ему сегодня столовой, будет знать, как мне отказывать!» «Во всё это точно разоселиться!» «Ой, они уже без меня начали!» «А ну, не смейте играть без меня!» «Вот ты, вот у меня на это зазря придавал!» «Тебя там, блин, убьёт!» «Ладно, я как думаю, у нас очень долго будет!» «Давайте на этом мы остановимся!» «Продолжение будет на следующий день!» «Всем спасибо за просмотр!» «Подписывайтесь на канал!» «Ставьте лайки!» «Пишите комментарии!» «На следующий день посмотрим, как проходит наш день!» «Мы ещё не видели столовые, мы не видели ещё некоторые пионерки!» «Мы только увидели Славю, Алису, Лену, Ульяну и неожиданно для меня Лизы!» «А, ну и Ольгу Дмитриевну!» «Осталось нам только увидеть Мику, Юлю и Женю!» «Всё, это оставшиеся пионерки!» «Так, а на этом мы с вами прощаемся!» «Всем пока, удачного выходных!» «Да, скажите!»